Привет! Сегодня у нас еще одно кино про светильник FX-30. На этот раз я хочу чуть подробнее рассказать о том, что все-таки в итоге получилось, и чем же это интересно. Тут на столе у меня два фонарика, они оснащены разной оптикой, появился еще один турводок. Ну, вкратце, почему FX-30 все-таки хорошо? Я это формулирую как четыре основных принципа. Принцип модульности, защиты, мощности и мозги. Модульность означает, что основные компоненты света в данном случае заменяемы. То есть пользователь или сервисный центр может без проблем заменить оптику, она сменная, и светодиодный модуль. Таким образом можно заменить оптику, подобрать необходимый свет. В данном случае я показывал два примера. У нас есть узкая оптика, здесь у нас и селептическая оптика. Позже покажу, чем они отличаются. Плюс еще есть возможность, конечно, заменить светодиодный модуль, выбрать необходимую цветовую температуру и мощность. Второй принцип – это защита. Во-первых, светильник неплохо защищен физически. Он может работать под водой на глубине 100 метров. Также в светильнике используется минеральное стекло, вот здесь, которое защищает оптику с двухсторонним просветлением, как в серьезных оптических приборах. Кроме этого, есть защита от перегрева и есть защита от подключения с неправильной полярностью. То есть светильник максимально защищенный, может работать практически в любых условиях и прощает все ошибки монтажа и огрехи установщиков. Третий принцип данного продукта – это, конечно, мощность. Светильник очень мощный. Несмотря на свой скромный размер, вот видите, они совсем прям маленькие светильники, мощность этих лампочек весьма внушительная – до 20 ватт. Конечно, можно использовать светодиодные модули меньшей мощности и получить большую эффективность, но, тем не менее, при желании с одного такого фонарика можно снять 2000 люменов, что очень много. Четвертый принцип, он последний в списке, но не последний по значимости – это мозги. Так я назвал, чтобы проще было запомнить. Суть в том, что каждый такой светильник оснащен программируемым контроллером. По сути, это такой небольшой компьютер с лампочками. Что это дает? Я позже покажу, как это работает. На самом деле, диапазон возможностей очень широкий. У меня на столе сегодня два светильника. Они оснащены не только разной оптикой, это видно и так, но у них разная прошивка, они по-разному работают. Я начну с простого случая. Вот с этой лампочки. Назовем ее светильник с датчиком света. Мы видим, что из светильника выходит такой довольно жирный проводок. Это провод питания. Мы его подключили к нашему лабораторному источнику. И еще у нас есть вот такой фонарик, который нам нужен для того, чтобы имитировать дневное освещение. Этот светильник сам включается и выключается в зависимости от уровня освещенности. Иными словами, днем он не горит, а ночью он включается сам. И наоборот. В данный момент времени светильник у нас работает под напряжением. Не знаю, видно или нет, но можно заметить, что под оптикой мигает красный индикатор спящего режима. Мы убираем дневной свет, и светильник моментально включается на полную мощность. Мы возвращаем дневной свет, и через 2 секунды светильник автоматически выключается. Задержка в 2 секунды необходима, чтобы отфильтровать разные световые помехи. Поэтому, к примеру, если данный светильник будет установлен в автомобиле, то свет встречного транспорта не будет его выключать. Все просто. Внимательный наблюдатель заметит, что у этого светильника еще есть дополнительный проводок, который появился, а раньше его не было. Зачем он спрашивается нужен? На самом деле, все просто. Проводочек нужен для того, чтобы на базе этого светильника реализовать еще одну полезную функцию. Это строп. Специальный сигнал. Мы просто замыкаем этот проводочек на землю, и получаем такой вот интересный эффект. Данная функция доступна и ночью, и днем. Ночью, когда фонарь работает, мы по-прежнему можем использовать данный сигнал. То есть, достаточно просто посадить этот проводочек на отдельную кнопочку, и вы получите такой вот незатейливый, простой сигнал, который, кстати, запрещен правилами дорожного движения. Ну, это так, чтобы вы знали. А теперь у нас следующий экземплярчик. Если предыдущий фонарик был бы полезен на мотоцикле, то вот этот фонарик, наверное, идеально подойдет для оборудования автомобиля. Почему? Ну, во-первых, этот фонарик оснащен специальной электрической оптикой, которая подходит под требования для света DRL, то есть для света, который используется во время движения днем. Ну, а кроме всего прочего, здесь реализованы другие требования DRL. В частности, вот я опять беру в руки фонарик, который нас имитирует день. Днем этот фонарик светит в три раза ярче. И, соответственно, ночью он светит в треть от своей максимальной мощности. Это требуется для того, чтобы исключить ослепление встречных водителей ночью. В то время как днем нужно, конечно, больше света, чтобы обеспечить достаточную заметность автомобиля на дороге. Конечно же, у нас и у этого фонаря осталась вот эта хулиганская функция, которую я по-прежнему не рекомендую вам использовать, но если хочется, наверное, немножко можно. Собственно, все, что я хотел сегодня показать. Спасибо за внимание. Это был я, Сергей, лаборатория Люкс-РСИ. Заходите к нам на сайт, пишите, звоните. Всегда буду рад ответить на любые ваши вопросы. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok